Стивен никогда не был беден, так что у него нет этих душесчипательных историй о том, как он подрабатывал барменом, а по ночам разгружал вагоны. Нет и истории о том, как он подрабатывал на атомных станциях или ночевал под мостом. До того, как попасть в кино, Стиви был богат. У него был свой айкидо-клуб, в который ходили различные продюсеры и руководители голливудских студий. То есть попал он в большое кино благодаря хорошим знакомым, или попросту говоря, по блату. Знакомства, правда, были не на самом верху, так что попотеть Стивену пришлось очень сильно. Так как первоначально актер рвал зад и все свои прочие места для картин, в которых снимался, плоды это свои дало. Как там это называется? Упорство и труд. Вот. Ну и немного знакомств. Или много. Влетел Стивен на голливудский олимп очень стремительно. Для попадания в список самых высокооплачиваемых актеров ему потребовалось всего 4 года и 5 фильмов. С вами Грин, поехали! Первой работой в кино для актера стал «Боевик над законом». Имя его героя из этой ленты дало название неофициальной франшизе «Ника», которая пользовалась бешеной популярностью на территории нашей страны. Чтобы получить роль в этом фильме, Сигалу пришлось продемонстрировать уровень своей боевой подготовки руководства студии «Ворнер». Боссы «Ворнер» были в ужасе, наблюдая, как Сигал раскидывает на ринге 30 учеников своей школы Айкидо. Граждане были так поражены доминированием Сигала над несколькими спарринг-партнерами одновременно, что немедленно согласились подписать его на главную роль. Позже Стивен признавался, что на постановку этого спектакля у него ушло несколько дней. После успеха в кинотеатрах фильма «Над законом» в Америке был настоящий бум Айкидо. Понимая, что он теперь не сможет работать в кино и школе одновременность, Стивен Сигал распродал все свои активы. Актер долго и кропотливо выбирал сценарий своего второго фильма, ибо хотел что-то такое, чего еще не было. Именно так и родился фильм, в котором Сигала убивают, после чего он на 7 лет ложится в кому, чтобы собраться с силами. Успех был феноменальный. Стивен проснулся знаменитым. При 10 миллионном бюджете только в Штатах прокат принес 50. Если посчитать инфляцию, то в наше время это был бы фильм с бюджетом в 20 миллионов и сборами под сотню. Где-то в стране потихонько плачет Киану Рив со своим Джоном Виком. Далее последовали еще две кассово успешные работы актера. Боевики, отмеченные смертью и Во имя справедливости. Отмеченный смертью, кстати, признан самым жестоким боевиком в карьере Сигала. А рейтинговая организация Америки признала отмеченного самым жестоким фильмом 1990 года. И это всем нам еще показали врезанную версию. Дабы получить желанный рейтинг, создатели из картины вырезали множество поломанных рук, ног и шей. В общем, каждый новый фильм актера собирал в кинотеатрах кассу, превышающий итоговый результат предыдущей ленты. В этом плане с Сигалом сравним только взлет многим известного бельгийского паренька. Вероятно, именно легкость, которой Стивен добился всемирной славы и сыграла с ним злую шутку. Началом конца для актера стал его самый кассовый фильм «В осаде», или как его еще иногда называют «Захват». После того, как лента освоила в кинотеатрах 160 миллионов долларов, у Стивена Сигала прорвалась звездная болезнь, которая часто приводит к печальным последствиям. Особенно опасна она при соседстве с очень тяжелым характером. У Сигала был именно такой. После попадания на большие экраны фильма «В осаде», большой любитель эффектно ломать ноги и руки различным негодяям, вдруг решил стать еще и великим режиссером. Ну а что, талантливый человек должен быть талантлив во всем? В этом стремлении Стивена поддержали две голливудские студии. 20-й век Фокс предложила Сигалу поставить ленту «Человек чести». Фильм должен был быть типично Сигаловским. Под удар попадала итальянская мафия, которая случайно оказывалась на пути разбухшевавшегося героя. Кинокомпания предлагала Стивену Сигалу полный творческий контроль, режиссерское кресло, кресло продюсера и главную роль. Единственными условиями Фоксов были сценарий и бюджет. Первый выдавали они, а второй не должен был перевалить за отметку в 30 миллионов долларов. Другой студией, согласившейся на режиссерский дебют Сигала, была «Ворнер». Предложения схожи, за одним исключением. Стивен мог взять любой сценарий, который ему понравится. Вишенка на торте здесь выступала возможность шантажа от Сигала. После успеха в «Осаде» студия «Ворнер» очень хотела видеть Сигала в картине в «Осаде 2». И зная об этом, Стивен всячески повышал свои аппетиты, вынуждая студию увеличивать бюджет для его режиссерского дебюта. Когда предполагаемый бюджет нового фильма Стивена Сигала улетел за отметку в 40 миллионов, талантливый актер отказал Фоксом, согласился сниматься в фильме «Восаде 2» и выбрал сценарий для своего дебюта в качестве режиссера. Выбор пал на фильм «Невидимый воин», который позже превратился в ленту в смертельной опасности. Съемки фильма были настоящей катастрофой. Стивен постоянно вносил в сценарий изменения, дрался с каскадерами, ссорился со своими друзьями, которые мгновенно переходили в разряд бывших. Бюджет в смертельной опасности за время съемок и пересъемок дорос до 50 миллионов. Сумма довольно внушительная для середины 90-х. После неудачных тестовых просмотров студия потребовала от Сигала сократить хронометраж ленты на 30 минут. Всему виной стала невероятная затянутость. Часть тестовой группы попросту засыпала на сеансе. Стивен хотел сделать концовку в духе трилогии «Властелин колец» Питера Джексона. Это когда основной сюжет завершен, а зрители еще минут 30 показывают, как герои радуются, прощаются, выпивают и все в таком духе. У Сигала 20 минут уходило на показ природы, бегающих по лесу бурундучков и оленей, выпрыгающих из воды китов и так далее. То есть 20 минут фильма природа благодарила Стивена Сигала за ее спасение. Провал был очень мощный. При производственном бюджете в 50 миллионов в прокате картина смогла заработать лишь 39. Стивен Сигал получил «Золотую малину» как худший режиссер, а студия Warner решила снять ленту с международного проката, чтобы не терять еще больше денег. Возможно, Сигала могли бы спасти два следующих высокобюджетных фильма, на которые он был уже подписан. Но последовавший за «В смертельной опасности» сиквел «В осаде» не оправдал ожиданий, а приказа на уничтожить внезапно перестал быть фильмом Стивена Сигала. Если бы Сигал отнесся серьезно к звуку колокола, прозвучавшему над «В смертельной опасности», то, может быть, «В осаде 2» стал бы немного другим фильмом. Но словивший звезду актер, по всей видимости, провал одного фильма списал на случайность и к продолжению своего главного хита отнесся весьма несерьезно. В этом фильме Стивен Сигал впервые стал пользоваться утягивающим поясом для живота. Актер клятвенно обещал студии и продюсерам, что постепенно приведет себя в форму. Но этого, как мы теперь знаем, не произошло. До кучи Сигал еще и умудрился влезть в финальный монтаж фильма, полностью наплевав на мнение режиссера. Дело вроде бы даже доходило до драки. Окончательную точку на статусе Сигала как суперзвезды в 1995 году поставил разгоревшийся в Голливуде скандал. Стивена обвинили в семейном насилии, а рядом на него посыпались обвинения в сексуальных домогательствах. Курт Рассел, который также был подписан на фильм «Приказа на уничтожить», после подобных новостей отказался работать с Сигалом. Скорее всего, не будь за спиной Стивена двух провалов подряд, студия закрыла бы глаза на скандалы и Курта Рассела. Кто его знает, может из фильма с дудкой в руках выкатили бы самого Рассела. Но звезды сошлись иначе, и героя Стивена Сигала быстро убили. А роль Джона Легузама в фильме «Приказа на уничтожить» сильно расширили. Весь этот снежный ком сильно подкосил карьеру актера. В крупнобюджетных лентах он больше не снимался. Прочие фильмы с его участием пошли проваливаться один за другим. А через пять лет после выхода на экраны «Смертельные опасности» Стивен переехал на малые экраны, выбраться с которых смог лишь один раз в фильме Роберта Родригеса «Мачете». Как и Ван Дамма, Стивена погубило раздутое чувство собственной важности. Понимая, куда катится его карьера, Стивен перестал следить за собой и к концу 90-х уже не помещался в экран. Я знаю, что в Стивена принято не считать за актера и всячески насмехаться над его актерскими данными. Но как-то так сложилось, что смотреть на него в кадре было гораздо приятнее, чем на большую часть нынешних актеров, которых принято считать большими талантами. Харизма все-таки очень важна в кино. И у Стивена она была. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на линии.